Что ж, всем доброго времени суток, дорогие зрители, с вами Миквойн, и сегодня мы комментируем в Fast Cup, в котором играет команда GoHu. Please против команды Masha. Masha, такое название ещё необычное. И команда Masha, Пикнулайн Вокера и Огармага. Огармага тоже интересно. Под ганг сойдёт. И ещё Viper. Viper на раннюю доминацию тоже. И GoHu. Please. GoHu, please. Пикнули Свена, Даззл и Легион Коммандер. Ну тут бы под Свена сошёл бы тут Магнус, а тот же Пак, который связывал бы. Ну и Тейтхантер, которого они забанили. Вот. Даззл, Даззл как сейв. И, ну вот, с Легионочкой, да, это очень эффективно. То есть уже победная дуэль в случае проигрыша. Даззл может повесить крест и спасти Легион Коммандер. И Ондайнка от команды GoHu, please. Бристалбэк от команды Masha, как быстро же пикают команды. Это необычно даже. Дополнительное время пошло у команды GoHu, please. Думают над Лаздбаном, что же забанить. Ну, в их случае было бы полезно забанить кого-нибудь кэри. Да, я сомневаюсь, что Вайпер будет в кэри, хотя, возможно, в принципе. Но это будет большой ошибкой, потому что Вайпер против СВ на Легион Коммандер из себя ничего не представляет. То есть его лучше собирать в замедление, собирать в Маганим, Арчит и другие айтемы, которые будут помогать своей команде. Да, сделать раннюю доминацию. В банну справился аппарат и брудмазер, и настал черёд пятого пика у команды GoHu, please. Думаю, думаю, что же взять, но у них есть Хардлайнер, которым, по сути, не хватает Мидера. Вот, потому что у них некому стоять в Мид. Да, это может быть Легионка в Миду, но сомневаюсь. Легионка также может пойти в лес, что более вероятно. Ну, или же с Сандайингом вряд ли нападёт в Треплу, хотя всё может быть. Может, у них такая стратегия. Идёт, идёт дополнительное время, думают тщательно. Меньше минуты уже остается у команды GoHu, please. Надо же думать, какого же Мидера пикнуть. Ну, тут бы, как я уже и говорил, подошёл бы Пак. А Сайленс для Инвокера у Гармага это будет хорошо, особенно для Вайпера, да, чтобы он не повесил свой Оперстрайк, да ещё и Пак может увернуться от Вайперстрайка. Вот, это то есть будет эффективно, и также Пак будет эффективен в гангах со своим Дарим Коилом, который будет цеплять. Или же тот же Магнус, который тоже с шестого уровня может предоставлять большую опасность на раннем этапе. Да и в Замесе со Свеном это будет очень полезно. Ну вот, думаю, думаю, от кого же взять. И это Тинкер. Ну, Тинкер для гангов тоже подойдёт, а Лазер, Ракетки, уже есть какой-то урон на раннем этапе. Это полезно, полезно для команды GoHu, please. Они всегда идут через раннюю доминацию. Ну и настал черёд пятого пика у команды Маша. Маша. Да уж, название. Привыкнуть до сих пор не могу, это Лошрак. Всё-таки, да, саппорт, у нас Лошрак, и Вайпера возьмут в кэри, или же Бристалбека. Вот. Хотя я бы сказал бы, Огар Мак, Вайпер и Лошрак, и Лошрак это уже эффективно. Даже более чем эффективно. Что ж, а мы начинаем. Поставили паузу. Странно. Похоже, у кого-то технические неполадки, или что-то случилось. О, ой, какой красивый худ. Жаль, у меня его нету. Итак, я думаю, команда Гоу Хоум Плиса сейчас возьмут смоки и ганганёт. Всё-таки есть там Ба, есть пояса на точь дазла, есть стан Свена, есть Тинкер с лазером и ракетками, которые как раз-таки повысили в дамаге. Теперь не 100, а 125 наносит. Ну, то есть уже больше дамага у ракеток, также можно и ракетки вкачать. Да ещё и Легионка есть, которая может кинуть свой первый спелл, или же кого-то отхилить. Ну, нет, тут я думаю, от Легионки мало бы пользы. Ну, вот, кстати, так же может сделать смоуган команда Маша, потому что у них есть Огар Мак, у которого есть Дизейбл, Шрак, у которого есть Дизейбл, ещё Бристал Бэк, который может замедлять свайпером. Ну, от Инвокера только сурки будет дамаг, больше ничего он не может сделать. То есть, вот так вот. А Бристал Бэк и Вайпер это эффективная связка, даже очень. Продолжение следует... Ну, вообще-то, Дота крашится, это, в принципе, его вина, это уже железо компьютерное, да, то есть... Ну, с одной стороны, у меня тоже Дота крашится, то есть, я понимаю его, по сути. Вот он уже перезашёл. Ну, правда, уже долго ждём команду Маша, это долгое ожидание. Да, кстати, они правы, задержка 30 минут. Пожелали хорошей игры тут, Бристал Бэк. Да, уж хорошо, что не 30 дней, вправду. Я бы не ждал 30 дней. Я думаю, я даже бы 2 часа не ждал. Ага. 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 Поставил нас тут вард Даззл. Трипла Огармаг, Лешерок и Вайпер. Ну да, как я и говорил, эффективная трепла. Ага. Бристал Бэк на Хардлайне, Инвокер на Миду. Инвокер с Короной. Прикольно у него Корона. Вот. Но не суть. Но не суть. Будут ли делать смоуганг? Видим, сапог есть у Огармага, это уже знак, но... Похоже, нет, они не будут делать ганг, они просто поставят вард и возьмут руну. Руна, это уже хорошо. Подобрали баунти. Нанизу тоже подобрали баунти. Ну, я думаю, тут, в общем-то, хорошая трепла, андаинг и дазл, замедление, отхил, это все эффективно. Тот же Свен будет жить, но тут против них есть Вайпер, Огармага, Лешрак. Я бы сказал, что... В общем-то, тут больше преимущества на стороне команды Go Home. Тут же Свен со станом, андаинг с тамбой и дазл, дазл с отхилом. Так что у них все более эффективней, еще есть Грейв на всякий случай, да, который спасет. Да, ну, есть у Вайпера замедление, есть два дизейбл, сразу же ловят Свена. Свен, стан, там бан, надо хилять, надо хилять. Стан страйк, живет, Свен, живет, и нет-то размен в Огармага. Умирает здесь Вайпер, Вайпер нет, пытается выжить, но нет, это будет минус Вайпер. Или же нет, пояс он точь, стан промахивается, фаербласт ловит, дазл, дазл может умереть, отхил вовремя, стан, Огармаг, живет, 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 уходит, это минус дазл, даблкил от команды Маша, Вайпер, Вайпер пытается отхиляться, умрет, и умирает это Вайпер, умирает Вайпер, два на два. Вот это да, но ФБ сделала команда Маша, так что, весь этот замес в их пользу. О, еще это может быть минус Огармаг. То есть, вы сами посмотрите, тут его крипы избивают, бьют, не щадят, тут Легионки больноват от Бристалбека, ну, как и ожидалось, Тинкер делает себе стаки в лесу, через машинок пойдет, может себе закупит быстро травола и начнет летать туда-сюда, пушить линии, это все эффективно для команды Гоу Хоум, если они хотят быстро закончить эту игру. Но, я бы сказал бы, лейт на стороне команды Гоу Хоум, потому что, вот он Вайпер, Вайпер в лейте вообще никакой. То есть, если расфармится та же Легионка и Свен, и тогда Вайпер ничего не может сделать, а Бристалбек, Бристалбек что может сделать, Инвокер, вот, а так уже БКБ закупят и все. Там на ЛОХП Бристалбек дерется с Легионкой, и отхиливается у нас тут флясочкой Бристалбек, на Меду фармятся у нас ребята, и уже посмотрим 9 на 2 крипа у 9 на 2 крипов у Тинкера, у Инвокера 5 на 3 отстает у нас Инвокера, вот Тинкер хорошо фармится на Меду, ему как фрифарм, у него еще и лазер есть, который может не позволять фармить Инвокеру. Дазл, Дазл как-то далековато, промахивается Станом, хорошо, уходит Дазл, тут больно, очень Инвокеру, Кулдснэп и Санстрайк, но вряд ли, вряд ли он не убьет Тинкера, даже если попытается, и Боттл у Тинкера, чувствует себя здесь уверенно, фармит, 12 крипов уже, вот у Вайпера 17 и у Бристалбека 14, перефармливает немножечко команда Маша, посмотрим же на графике, пока ничего не происходит, это 500 голды и 250 опыта, ну, мало, мало преимущества пока что у команды Маша будут, наверное, набирать, смотря как пойдет, сразу же Стан, Лайд Лоширак, агрессивно себя веду, Тамба, отхил и минус Лоширак, Стан, но уже ничего не поможет ему, ой-ой-ой, как больно, Даззлоптет ловить, не получается, Тинкер подбирает ДД, отхиливается у нас на Медуин Вокер, на Боте, на Боте у нас нападает на Легионку, очень агрессивно себя ведет Бристалбек, как и надо, нельзя поставлять фарм, Легионки ловят тут, ой-ой, Свен может умереть, далеко зашел, Стан, и минус Свен, это минус Свен, и он еще стоит и уже говорит, ну убейте меня, все, я понял, что я зашел далеко, ну, я не знаю, зачем он туда зашел, возможно, это их стратегия, ну и 3 на 3, все стабильно происходит, стабильный счет, 3 на 3, равный, Бристалбек, подобрал у нас Баунти, Боттл, теперь можно иглами кидаться просто по КД и вести себя еще более агрессивней, Даззл пытается сделать отвод, у Даззла это не выходит, чуть ли не сбил Кларити Андаингу, кстати, ну и команде Маша нельзя медлить, надо давить сразу же, Тамба, Стан, подвоим, хорошо, это минус Вайпер, умирает Вайпер, Фаербласт, Игнайт кидается в Даззла, промахнулся, а нет, попал в Андаинга, но это минус Огармаг, даблкилл от команды Гоу Хоум, или же от Андаинга, так вот быстро словили, подошел Вайпер к Огармагу и подставил его, да уж, ну как подставил, то есть полетел Стан Вайпер, он подошел к Огармагу и Огармаг тоже застанился, вот так вот, плохо, плохо, все у команды Маша, а видим, что Бристалбек бежит за Легионкой, он может ее убить, отхил через 4 секунды, 4 стака, ну, у него есть шанс убить Легионку, но это 5 секунд, это 4, а, возможно, Легионка отхилится вовремя, хотя вот он сейчас догонит ее, да, стычку, две иглы, да, это будет, наверное, минус Легионка, вряд ли, что здесь Легионка может взять, ну да, она может отхиляться, но на это уйдет время, это же не мгновенный хил, поэтому она здесь просто умрет. Да, она здесь, скорее всего, умрет, а Тинкер, Тинкер уже пушит мид, пытается собрать Солринг, Курьера тут туда-сюда вводит, там у него Боттл, ну, сейчас Варды несет Дазл, А вот графики уже у команды Гоу Хоум на 250 голды, ну, где-то на 200, ну, и еще 200, или, ага, 100 опыта осталось у команды Маша. Маша. Продолжение следует... нет ну почему есть хороший интернет российский вот я вот на билане сижу не жалуюсь что не отвечает команда go home давайте уже начинать и вправду очень долгое ожидание только пятая минута игры я уже долго жду этого боя я скоро уснул прям здесь на стриме потому что это ожидание но просто бесконечное и кстати вспомним бой на по против команды go home please ребята закончили быстро у них были у них было ранее преимущество и команда на вопрос ничего не могла ответить так я говорил убили легионку хотя думал не побольше времени будет ну ладно вот есть они закончили быстро также сейчас идет команда go home please она идет через раннюю доминацию ну не совсем как бы у них есть легионка и свен то есть что-то вроде между они уже могут гонгать на раннем этапе но и в лейте они могут себя хорошо показать вот а вот команда маша себя в лейте может и не показать вот та у них есть эффективный инвокер у них есть тела шарак но по сути если у меня будет бкб я их законтрю вот то есть вот в этом и есть главный минус их связки вспомним же 5 интеллекта когда ребята взяли всех магических героев героев которых магический проказ ого зафармил как станом регионку подорвал на слышь рак идет на топ вот да они взяли 5 магических прокастов а потом кто-то собрал бкб и дело дошло уже до лейта где они проиграли вот то есть так вот все и пошло и и и и и и и и Ой-ой-ой, ловят тут у нас, ребята Undying уходит на лоу хп, прошу прощения Сразу же фаербласт Свен может умереть, стан, подвоим Хорошо, стан, Свен кинул Undying может умереть, Грей вовремя Сейвает, возможно, Undying, а он может выжить Ещё эта тычка, выживает, умирает Лошарак Даблкил от команды Гоу Хоум Может умереть ещё и Вайпер, Вайпер на лоу хп живёт ТП покупает, но нет, когда пульта добивает Это триплкил от команды Гоу Хоум Санстрайк, алё, ё-моё Да уж, умер у нас Undying Огармак выжил Я не знаю, почему Undying стоял на месте Эм, ну, возможно, ему нужен фарм Вот, давайте делать своё предположение Ему нужен фарм был То есть Ну и тут Санстрайк прилетел и Огармак Всё Не ожидал у нас Undying, ну и умер Ну и так, это 2 в 3 Замес в пользу команды Гоу Хоум Видим, что графики растут у ребят Тысяча голды, тысяча опыта Обходят у нас Тинкера, Санстрайк и минус Потратил инвиз, но не помог он ему Его слишком быстро приняли Вот так вот, вот так вот Ребята из команды Маша Гангают Гангают, это то, что нужно в их случаях В их случаях надо быстро сканчивать игру То, что в лейте они мало что сделают Вообще, с Веной эффективно Собирать в саппорта То есть, собрать ему тот же Аганим Я бы сказал, это очень эффективно Особенно с Легионкой Мне очень нравится Нравится эта идея Наваливает Свену У Свена пол ХП Тинкер пытается пофармиться У него стоит 700 голды Уже совсем скоро будет Травела Совсем скоро Пушится бот Кстати, упал Т1 Уже приступили к Т2 Крипы Ой, какой хороший курьер С эффектами тамба Ловит у нас Андаинга Армор Легион, командор Дуэль на Вайпера Вайпер может умереть Санстрайк Санстрайк живет Андаингу Вернулся вовремя Но Грейв пытается спасти Легион командора Это труп Она труп просто Она может сделать размен Минус Сарширак Дерется с Вайпером Или нет? Она живет Это минус 2 Стан Минус Огармак И живет 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 у нас Легионка Живи Да, выживает Уходит Один в три И идет дальше Свен 3 секунды кулдауна Готов Готов Но там МСа больше Стан Попадает Брит Стелбайк может умереть У него нету больше маны Бежит Бежит Пассивка Сейчас кончится Санстрайк Санстрайк Ит Ах, какой хороший В троих И поэтому разделился Дазла Неполный урон попал И он выжил Отлично Опять же замес Один в три В пользу команды Гоу Хоум Плис Набирает преимущество И это хорошо Хорошо очень для команды Гоу Хоум Плис И очень плохо для команды Маша Вайпер тут далековато Уже заходит Ну тут Свену Знаете, еще Дагон купить Вот так вот И Дискорд Так вот кидать Стан Дагон И он будет всех убивать Не, ну вообще-то Забавно Я думаю, это была бы хорошая идея Свен Стан в крипов Никого не убивает Уходит Уходит у нас Свен Больно все-таки бьет Вайпер И уже Мека у Вайпера Инвокер Что, кстати, умирает у нас Свен от Санстрайка Ну так вот Пошел по прямой и умер А у Инвокера Мидас Векс уже есть Поэтому даже он может гонгать Иллюзия у Гармага Встречает такая легионка Привет Руша Т1 на топе Надо дефать Но команда Гохум Брис не может дефать Возможно, сейчас пойдет Уже выходит Бристалбэк Нападает на легионку Дуэль Дуэль Ой-ой, Санстрайк Еще летит Вайпер Страйк Стан Хорошо Свен идет вперед От хил легионки Грейв Рано Рано дали Грейв Она может умереть сейчас Живет Но нет Там минус легионка Минус у Гармаг Тамба Хорошо Еще Но нет На ТП улетает Лешрак Стан Попал в Бристалбэка Бристалбэк Может умереть Поисон Той Чо-ой-ой Тамба Тамба Зря ты рушишь Тамбу Потому что вы сейчас можете умереть За это Култснэп Свен Пытается отойти Стики есть Отхилиться стиками И минус инвокер Эм Не знаю Почему он не Заюзал Инвиз Но ладно Не суть Травала у Тинкера Вот Ну возможно Да Возможно Инвокер Решил отвлечь Собой Чтобы Бристалбэк ушел И его не поймали Возможно и так А вот сейчас Попадает Йонка Фаербласс Ловит стан И отходит Отходит У нас команда Гоу Хоу Близ Вайпер Вайпер Один Натопим Приходит инвокер Ой Как хорошо фармит Но кд Стан Сразу же фаржи Андайн Вызывает тамбу Култснэп Хорошо Живет Андайн Но нет Умирает Вайперстрайк И все Минус Хорошо тамбу Заходит Свен Дает Стан Сколько же зомби было И на травалах Тинкер Бежит Бежит Мега Отхилили Тинкер Может умереть Лазер Умирает у нас Тем временем Свен Встречают его Лаширак Идет Это минус Тинкер Ой-ой-ой Как же все плохо Триплкил от команды Маша Размен в одного Инвокера Инвокер у нас Умер Ну что ж Так вот Тинкер его убил Арканы Появились у Лаширака И будут идти пушить Лаширак Очень эффективен В пуши Это видно Они его Максят Специально Этот диаболик Чтобы пушить Чтобы быстрее Закончить игру Понимают Что может быть Если дать Лейт команде Гоу-хум Приходит на ТП Дазл Дазл Может умереть Он убирает Да ладно Неужели они его не видят Нееет Нет Нет Нееет Да ладно Ну Так Выходит Сразу фаербласс Какой хороший Бультикаст Игнайт Стан Это минус Легионка Дазл Стоит на месте Возможно Это стратегия Но кто знает Кстати хорошо Что он там остался Он мог тоже умереть Вот Похоже Что-то они увидели Из-за деревьев Вот Не уверен Кстати Странно Что они его не увидели Но не суть ПТ появляется у вайпера Лошрак Пытается купить себе Брейсер Брейссталбэк С гримсон Гуард Который будет эффективен Для своих тиммейтов Да Та же выживаемость Вот Дазл Дазл Своим вивом Может сделать Очень хорошо Для своей команды Подарите Подарите Мармор Ну Транквилу Дазлайт Эффективно Тоже Ракетки Ну так вот Стоан Еще Брейссталбэк Ловит Будет ли нападать Ондайн Пока что Пока что Не Думают Идти вперед Осторожно У нас играет Команда Гоуху Так и надо По чуть-чуть По чуть-чуть Их бить Подбирают Иллюзии Идут на Тинкера Который ушел На траволах И будут ловить Сейчас команду Маша Которая разделилась Какая же ошибка То что Они Начали разделяться Хастан Нанизу Хасту Видит Команда Гоуху Идут Будут принимать Ой-ой-ой Как плохо Если будет Хороший Виф То тогда Будет Очень плохо Заходят Кримсон Гвард Стан Виф Не самый лучший Но Не суть Легионка На пол ХП Ловят Тинкера Тинкер Умирает Стан Тем временем Годится за Бристалбеком Рушатамбу Пытается ее разрушить Бристалбек Тянет время Стан Бристалбек живет Живет Ой-ой Какой хороший Метеорит и Бласт Это даблкил От команды Маша Свен может умереть Андайен Андайен пытается что-либо сделать Не получается Не хватает ему дамага Это минус Убермаг Стан Минус Вайпер Инвокер Инвокер должен убить Два Андайенга Что он творит Он может даже Нет Он не убивает Бристалбека Размен 4 В 3 Гонится за Дазлом Неужели это Тим Вайп Кул Снэп Да Не может уйти Дазл Не Может Тим Вайп От команды Маша Знаете Говорить Маше Это не очень Как-то Ну ладно Не суть Самое главное Что они сделали Тим Вайп 3 в 5 Ну не лучший Тим Вайп Но все-таки На миду у нас Легион Командер На топе Тинкер Который словил Стан Еще и Игнайт Машинки Кстати может умереть Идет еще Вайпер Вайпер Приходит Лазер На ТП Пытается уйти Не получает Замека Еще отхилили И минус Тинкер Да уж Как-то Тинкер Решил пропушить Топ И у него Не получилось Это Пришел Огармаг Пришел Вайпер И убили его Но надо тут Играть поосторожнее Команде Гоу Хоум Вау 150 крипов У Бристалбека Много Более чем 5000 голды И 5000 Опыта Преимущество Команды Маша Тут еще Варды С Тисентри Который не достает До варда Команды Гоу Хоум Регенка Нанизу Баунти Наверху Можно подобрать На ТП Тинвокер Тем временем Вайпер Фармит Топ Тинкер Почит отменил ТП Легионка Зашла в лес Подфармить И Самое Что страшное То что Легион Командер Нету предметов Потому что ПТ Мэджик Вент И Базила Ну вот еще и Братсворт Ну что он даст Ловят Фаербласт Хороший мультикаст Еще один стан Ловят Андайн 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 Может умереть Грейв Да Грейв Спасает На время Тянет время Андайн Поставил тамбу Возможно Там может быть Размен Андайн Живет Да ладно 10 хп Живет Андайн Живи Мансует Мансует Отхиливает Еще поднимает Воздух Метеорит Кулснеп Ой-ой Больно как Свен Но Свен Умирает Может умереть Андайн Живет Ой-ой Но все равно Нет Умрет Здесь уже Умрет Но размен Сделан на инвокера Хороший размен Триплкил от команды Гоухум Триплкил от команды Маша 3 на 3 Поиск Точ Ой-ой Вот это экшен Как же долго я этого ждал Думаю уже бесконечно Это будет ранняя доминация А тут вот самое интересное Началось Дорогие зрители Если вы только сейчас Зашли посмотреть Этот стрим То Вы сейчас Попали на самое интересное То что было в начале Ну Да Было пару бис Но это не то Вот сейчас Начинается самый экшен Что ж И посмотрим Преимущество Преимущество Команда Маша Не упала Но вот по опыту По галде Оно все еще 5000 И сейчас Команда Маша Вполне может убить Рошана В смоках Возможно они это сделают Вардов нету Команда Гоу Хоум Подбирают баунти А возможно и нет Возможно они пойдут Гангать на бот Пушить бот Кстати там Тинкер Приходит Которого можно забрать Сразу же Блинк Ай какой плохой Блинк Фаербласт Игнайт И блудстоу Блудласт Точнее И минус Тинкер Какой же Плохой Блинк Ну Для команды Маша Это хороший Блинк Да ну Просто не повезло Настолько Да он хотел Блинкануться Там машинок Вызвать А там Бац И Огармак С Бристалбэком И поэтому Все Не получилось Думают Пушить бот Тут что Выдели команду Гоу Хоум Пошли Потом Дошли А Форстаф Уже появляется Огармага Форстаф Это хорошо А если у него Еще появится Аганим И Велфов Дискорд Который Велфов Дискорд Нужен Очень быстро Поднимают Метеорит Кулснэпласт Все Минус Дазл Вот так вот Команда Маша Сделала Даблкил Это по одному Идет команда Гоу Хоум Даже странно Немного Пуша Т2 Пытаются Отдефать Машинки От Тинкера Ооооо Тут еще И Пайп Включили И давайте Пускайте вы свои ракетки что вам до наш до ваших ракеток мега отхилили крипов рушат т2 все разрушили т2 будут идти дальше после того как возьмут рошана кстати они могут взять рошана для уверенности им то не помешает сейчас все-таки дышится у инвокера и он снова будет готов убивать заходят убивают рошана здесь да будет убивать рошана точнее еще вайпер страйк на бедного рошана мультикаст ой-ой-ой иллюзии подбирает тинкер и все аэги забирают вайпер и идут дальше вайпер у нас будет собирать аганим очень хороший для него предмет даже отлично я бы сказал тинкер тинкер уходит вовремя кстати он делал блинг пиши ракетки приходит тинкер вовремя сдана или крипа чтобы не отдать его тинкеру на тп тинкер отменяет не надо тинкер не надо вью поднимают отдаем умирает сразу же за метеорит да уж плохо очень диаболик пушат табор но это минус 102 мне кажется команда глухом без сказать беспомощно она беспомощна она как будто ничего не может сделать по одному убивают каждого ну вылазят и убивают но я не знаю что за стратегия вылазить по одному ну вот так вот похоже не думали что там нет инвокера там он оказался как-то так бушит будут теперь рушить т2 на топе и разрушат видим что преимущество повысилось до семи с половиной тысяч голды и семи с половиной тысяч опыта а все растет и растет преимущество из-за товаров из-за убийств москва еще и гису вайпера то есть все полный потенциал у команды маша даже в замесе потому что в легион команда только есть а блэд мэйл вот он у горклап и все у свена у свена только барабан у него нет аганима о котором я говорил ну вот он еще закупил блинк даггер зря зря они недооценивали аганим и минус т2 на топе рейдин стоп сразу же стан по крипам тинкер тп шкается на мид подпушить а вот пока нет тинкера можно уже давить реарм тинкер еще надо будет на базу сходить ловят он дайн гостан во время кримсон гвард и пайп он дайнк ловит вайпер страйк там ба там ба перед смертью он дайнк умирает ой ой какой хороший то крест может быть и выжить но нет нет он не выживет просто нет время минус мека отхиливают стан мимо нету манилы широка ой ой как плохо но рушат т3 и разрушат две минуты у аэгис надо его тратить надо быстро умирать сейчас но лежит через минуту стан ловит брестелбэк брестелбэк и дос живет а у сувена то осталась ульта это минус ранжовый барак минус милишный и минус сторона у команды гоу хоу стан и все живет еще вайпер а эгис еще есть ой ой какой хороший лифт сейчас весь армор команды а маша просто испарится он должен минус 6 минус 10 вайпер умрет сейчас ну у него аэгис надо уже сбить и все вайпер готов там ба еще стоит кримсон гуард стан вайпер вайпер под поясом той чем хорошо ловит у нас инвокер живет еще ой ой куда ты идешь инвокер блинкается поднимает метеорит бласт ой минус тингер сразу же тем временем замес стан получает у гормак у гормак может умереть у гормак живет но нет умирает уже игнайт перед смертью вив минус армор хороший минус армор команде маша могут даже умереть сейчас будет наступать минус ранжевый барак разрушили пусть он тот же ловит бресталбека стан вовремя и лошарак может умереть он умирает с балинка свен убивает его и все команда маж отходит потеряли троих инвокер тоже потеряли на боте ну и у инвокера уже появляется аганим у дазла форстав и еще регенка на низу может отхилиться я вижу замес у них 4 в 1 а точнее 3 в 1 ну подсчитал нас аеги за смерть вот все таки я вижу что больше урон нанесла команда гохоум посмотрим же графики это 15 тысяч золота и 10 тысяч опыта просто колоссальное количество опыта и денег поэтому команде маша надо давить надавить до последнего нельзя доводить дело до лейта сейчас надо это преимущество реализовывать быстро бежать просто потому что вот две стороны вот он миличный барак остался один который можно разрушить и т3 на боте кстати можно пойти и ломать бот уже после зайти на мид заходят легион командор блед мейл сан страйк вайпер страйк еще отхиливает себя пытается отойти может выжить а может и нет еще барабаны живет но все уходит не получается у вайпера убить легион командор и заходим на мид догон догон 2 или 3 уровня 2 у дингера айс вол еще ракетки стан все вайпера но не магический резист он мало это чувствует как-то ему не сильно больно от ваших магических прокастов пытаются тянут время не хотят проиграть стан стан по гормагу еще ракетки по кд как же больно команде маша фарбласт свин на пол хп живет отходит и минус сторона у команды ухом разрушили мид нет двух сторон одна сторона осталась самая последняя сторона которая деляет их до полного поражения хотя даже сейчас команда гоухом не может что-либо сделать ну она просто беспомощна 15 тысяч золота 10 тысяч голды и посмотрите нет ворс нет ворс именно легион командор свена то есть это два героя которые должны дамажить в команде гоухом да и он очень мал просто ничтожно мал по сравнению с бресталбеком инвокером тинкером и вайпером то есть да то есть свин почти наравне с вайпером вот это очень плохо нету вещей на дамагу свена нету на дамагу легионки ну вот видимо пытается брать бкб которой в ее случае будет полезно умирать на стенкер в лесу такой инвокер за прокаст убивает его ну жут рошана до рошана полторы минуты до рошана полторы минуты идут теперь по боту сносить последнюю сторону все уже идут лоширак идет вайпер все готовы готовы ломать их еще и стан пытается держит время пытается это догнать продэффать будет сейчас скидаться ракетками машинками тинкер но когда конечно же придет еще пять секунд и уже все будет готова как будто готовы нападать айс волочей блуд ласт все больно так бьют тавар догон еще на бресталбека стан хорошо играет инвиз у тинкера рушат т3 остаются бараги оранжевый барак надо дефать надо что-то делать ребята если вы потеряете последнюю сторону то все это гг вы дальше ничего не сделаете вайпер страйк это гг от команды go home это даже не попытались ворваться врывается тинкер сразу же моет его в торнадо метеорит бласт мимо так бежит на свэн с ультой стан сразу же умирает огар маг лоширак живет на умирает на свэн умирает лоширак нападает на присталбека присталбека резина себя ведет андайн умирает вив минус армор тут делают бресталбеку ну ты вправду заплывший уже жиром еще и с керасой ну и все вроде у нас написала какая команда go home на фейковый вот рушит т4 вайпер страйк тут пытаются дефать так смотрите ведет ойду еще и лазер все в бресталбека уходит на тп бресталбек рушат т4 пытаются разрушить его и разрушили т4 у нас лазер позин дочь умире может умереть на сейчас вайпер торнадо в троих хорошо от бласт метеорит минус дазл живет вайпер страйк на легионку легионка у нас отходит хотела дуэль взять на вайпера убить не получилось он страйк не попал приходит свэн свэн сразу переходит к инвокеру понимать себя в юмансует и отходит нас инвокер бкб появляется у легионки сразу готов готов поднимать тинкер как будто но не нападать сразу ой это минус инвокер как хорошо-то полетел догон байбек сразу же разрушили монумент вот он т4 вот они мега крипы которые очень больно бьют минус т4 и переходит к трону дефают прям на фонтане от этих крипов не могут отдыхать как же больно они бьют сейчас же умрет дайн который был бессмертный еще в середине игры убил умирает тинкер под бкб легионка и все гг вп победа команды маша победили надо будет себе команду придумать названием не знаю вася или вика и тоже побеждать вот ну забавно в общем то хороший матч был этот экшен который начался уже в мид гейме в лейт гейме да там потом уже команда маша просто переходила вперед то есть все сначала шут стабильно вот она вот она ранняя доминация команды go home вот она ранняя доминация от маша и старались как-то но легионка была без вещей просто есть у нее не было фарма у свена по сути тоже было мало фарма и все то есть все закончилось тем что команда go home проиграла уже и не могла ничем ответить вы видели как она была беспомощна к она не могла продэфать а с вами был миг воин всем спасибо за просмотр всем пока